друзья здравствуйте сегодня интересная тема рост младенца мы сегодня будем говорить не только физиологических параметрах то есть какое количество сантиметров ребенок доращивает до в себе набирает по росту либо и там в граммах по весу а в целом почему дети растут именно в младенческом возрасте то есть рост младенцев от чего зависит и собственно на чем здесь зиждется смотрите какая интересная штука нам кажется что детятка растет и мы всегда радуемся а а лишние там 50 грамм лишние там пол сантиметра и так далее но мы зачастую не понимаем процессов которые происходят в ребенке в организме нашего ребенка давайте разбираться вот когда мы прекращаем расти заканчивается наш акцепитальный рост что такое акцепитальный рост акцепитальный рост это постоянный рост то есть рост который сохраняется всегда он вне зависимости от нашего возраста да то есть хоть 100 лет хоть 150 хоть 2000 лет а я напомню что мы созданы бессмертными мы созданы для того чтобы быть вечными и у человека вот по годам сколько он живет он должен расти это называется акцепитальный рост вот у детей которую но условно там до 17 до 18 лет этот рост еще сохраняется но максимально он проявляется в первые годы жизни а что же это такое откуда это идет и с чем это связано я просто хочу сейчас раскрыть некие моменты которые связаны с тайной физиологии вот чем дольше живет взрослый человек начнем с этого тем больше он заселяется и патогенные микрофлоры и симбиотической но чаще всего патогенный когда человек набирает вес зачастую мы сразу видим ага клеточки растут а что же растет то есть нам кажется что это жировая тканя разрастается висцеральный жир появляется то есть жир внутри или брюшной полости то есть между органов то есть органы начинают облепливаться то есть обрастать жировой массой но не суть то а если человек не меняет свой вес но тело меняется вот это не даже не от спорта зависит от с возрастом вы чувствуете да что тело меняется а что же это такое почему это так происходит почему уходит тонус понятно дело что фасциальная пара что аппарат связочный хуже что органы начинают провисать что все это влияет естественно на кровообращение и так далее даже дряблое тело слабые мышцы да но сами ткани они меняются а почему так дело в том что у нас каждым годом процент замещения грибами ну понятно грибковой микрофлоры различными паразитами межклеточными внутриклеточными процент растет растет и растет то есть каждым годом нас как физиологического объекта становится меньше а паразитов становится больше то есть качество ткани теряется именно потому что происходит замещение и происходит она кардинальная ну то есть например вот у нас накопилась какая-то определенная масса бактерий вирусов грибков все что там у нас ползает внутри червей да вот этих вот которые у нас там везде в организме не только в желудочно-кишечном тракте почему я вам расскажу когда приходишь например к непрописным они дают тебе настой травок то есть они к себе не пустят никогда если ты не продезинфицирован от и до настой травок выпить невозможно когда ты выпиваешь черви сыпется оттуда откуда ты даже не знаешь что они могут сыпаться из глаз и спор кожи из ушей из влагалища матки у мужчин соответственно это тоже под половые органы то есть черви вылазят даже оттуда где не болела то есть ты не понимал что там они могут быть соответственно получается что вот это вот биомасса с годами она начинает разрастаться в нас и даже если мы периодически пропиваем горькие травы разрезы разрекламированы если мы периодически начинаем там вдоль и поперек очищаться но у нас заселение происходит постоянно это мы его замечаем то есть мы стареем зачастую не потому что возраст а потому что грязный организм грязная печень грязные почки грязное все том числе грязь вот это это имеется ввиду и паразитическая микрофлора которая иннервировалась то есть она встроилась в органы и встроилась в клетки в межклеточное пространство на уровне нервной системы подает свои импульсы а теперь посмотрите на ребенка он живет стерильной среде ну то есть понятно есть около плодный пузырь есть плацента есть питание но уникально происходит его ращением внутри мамы то есть вот это ращение которое происходит до туда все равно пролазит так или иначе паразиты но в минимальном количестве что же происходит когда ребенок рождается он проходит через родовые пути мамы и соответственно набирается огромнейшего вот этого потенциала всего что тут бегает прыгает и это начинает размножаться внутри то есть зачастую ребенок растет не потому что у него там что-то да там ну понятное дело питательность маминого молока она вот тогда она превышает все возможно там представимые рамки и так далее то есть она очень питательна это действительно так но если мы уберем среду которую у нас существует паразитическую которая начинает заселять организм ребенка а заселение организма начинается еще с момента первого вдоха прикосновения к маминым родовым путям то есть вот это заселение определяется не только наличием там микрофлоры кишечнике а везде во всех тканях во всех органах и вот этот бурный рост это зачастую именно заселение организма я конечно часто такие крамольные вещи говорю которые могут испугать родителей но это факт то есть зачастую ребенок растет первый год не потому что он растет да ну как бы и поэтому конечно потому что физиологически мы так устроены что бурный рост у нас первые года есть но вот эта масса огромная которая зачастую набирается на фоне питания на уровне дыхания то что мы вдыхаем огромное количество паразитов на уровне там например осмотрение глазок да то есть вот через глазки идет заселение через ротик это понятно что ну молоко женское это понятно это святое но как он попадает да на птички что то есть на мамины носите там и так далее предметы погремушки опять же гигиена дома но понимаем да если дети рождены не дома то представьте чем заселяется организм ребенка почему потому что смотрите какая штука роддома как бы там их не проветривали как бы это внизу дезинфицировали как бы там не помог не мыли чем только не мыли какими только химикатами вот эти ядреные паразиты которые там есть они заседают намертво и они начинают множиться в таком количестве что волосы дымом встают то есть получается что она там это биота которая там есть она ядреная если представьте на стерильный организм ребенка посредством дыхания прикосновения там врачей медицинских там различных предметов да будем так говорить это все заселяет ребенка дети рожденные дома они уже привыкли к этому потому что мама в этом жила так или иначе наделила частично своего ребенка через ношение до под своим сердечком то есть через организмом и это пришло к ребенку то есть мы целый пласт открывает до такой новый с точки зрения физиологии а что же происходит с ребенком то есть вот этот излишне бурный рост это к сожалению замещение то есть это не как бы сказать это не та категория которую мы себе понимаем да а тут сразу встает вопрос друзья мои а что же все таки попадает в рот ребенка что должно попадать в рот ребенка чтобы заселение даже если оно происходит оно было щадящим и более было симбиотическим чем агрессивным вот это важно естественно грудное молоко потому что все абсолютно все без исключения искусственники болеют течение жизни желудочно-кишечным трактом не в плохие волосы плохие зубы у кого-то что-то там не не обязательно все у кого-то что-то как бы вот так выскакивает потому что то что даст мама не даст никто и я за грудное скармливание вдоль и поперек значит это важный момент теперь следующее по разберем когда происходит заселение организма первое время иммунитет не справляется ну то есть вы должны понимать что у нас есть иммуноглублин а который содержится в грудном молоке который обеззараживает слизистую всему все слизистые которые у нас есть и грудное молоко которое попадает оно имеет обеззараживающую функцию вообще по идее да вот вы понимаете что кормить надо груди долго а тут получается что у нас детки вот заметили до четырех лет такой бурный рост а потом потихонечку полегонечку а почему так именно потому что в день вернее в четыре года четыре года полностью у ребенка уже сформированный иммунитет это без прививок если с прививками это убитый иммунитет прививках мы еще будем говорить у ребенка который не привит полностью абсолютно полностью сформированный иммунитет до четырех лет то есть в четыре года полностью сформированный до четырех от постепенно формируется вот откуда рост заселение вот этой бактериальные там различные флоры фауны которые там бегать внутри нас активно происходит до четырех лет а под ну то есть чем старше тем медленнее а почему потому что иммунитет срабатывает только полностью четыре года и начинает этих паразитов стремительно гасить но представьте если заселение вот так произошло попробуй выбей вытащи их из себя это же целое дело это же целая но как бы работа организма а сложно потому что приливочки были потому что питание у нас часу бога и потому что мама мало кормила титей потому что жить ее бытие наши не в стерильном происходит пространстве понимаете а у нас культура например гигиена она тоже слабая то есть это значит надо все стерилизовать не об этом речь о том что наоборот пусть она остается такая биота до которая есть вокруг но вот тело это должно отвечать иммунитетом а его не ну вот так вот откуда борный рост не потому что ребенок там силы свои надрывает растет да и поэтому кстати тоже но основное это то что растет это вот микрофлора и здесь сразу вопрос кормите молочкой значит грибочки будут расти особенно кандиды но имеется ввиду коровьим молочком и всем и же с ним кисломолочным продуктами кормите например глютеном то это практически все каши это макарошки да это хлебушек вот все добро пожаловать слабо кишечника и соответственно слизи там будет мама не горит куда и сопли то есть первое время детки еще сумму нити то а потом как он садик говорят пошел и полилось откуда полилась почему из горло почему нос почему отовсюду льется это размножение биоты которая попала организм борется но поскольку в садике еще это все добавляется то есть своего хватало тут еще чужое добавилось и это все бурно начинает расти в организме ребенка понимаете то есть вы по симптоматике уже будете знать что как происходит заселение так что вот так друзья мои кормить своего ребенка первое время нужно титичным молочком то есть грудным молочком обязательно то что например у нас дурдомное питание конечно мы не все в деревне живем и не у всех есть возможность кормить вот так как хочется но все должно быть домашнее качественно если это продукты там например фрукты овощи то нужно стараться закупать у производителя которого вы знаете потому что гибель маркеты которые у нас есть они к сожалению не дают такой силы не дают такого мощного потенциала тех же самых фруктов ну вот так то есть здесь сразу встает вопрос о том где брать еду но об этом мы еще будем говорить я надеюсь что вы не так огорчились ну вот не так глубоко да просто взяли себе на заметку как галочку поставили что над этим надо работать я вас благодарю что вы заходите на мой канал крепкого вам здравия и вашим деткам всего доброго а